Подготовка ко Дню Победы на заводе начинается задолго до самого праздника. Раздаем георгиевскую ленточку на проходной. У нас есть свой бессмертный полк, который также присоединится к поселковскому. Мы всячески отмечаем наших ветеранов и тружеников тыла, которые работали у нас. Также ежегодно у нас проходит акция, где каждый сотрудник нашего предприятия может рассказать о своем родственнике, который участвовал в войне, либо был тружеником тыла. Мы их размещаем на корпоративном телевидении, транслируем их. Также у нас есть свой баннер, где мы также вывешиваем их фотографии. Сегодня сотрудники Навеза адресно поздравляют бывших работников завода, которым пришлось пережить все тяготы и лишения Великой Отечественной. Спасибо вам огромное! И вам спасибо! С наступающим праздником! С наступающим праздником! Что не забывайте! С каждым годом их становится все меньше. Сегодня в списке у молодых навезовцев 16 человек. 15 тружеников тыла и лишь один ветеран – Дмитрий Алексеевич Радченко. Сегодня он вспоминает, как встретил 9 мая 1941-го. Служил он тогда во Владивостоке. Дежурил в гараже. По телефону звонить, что окончилась война. Что было патронов при себе. Все расстреляли трубу. Котельная стояла, трубу расстреляли, что она не стала топиться вообще. Каждый год представители Союза молодёжи завода навещают с подарками ветеранов. Сегодня они искренне желают, чтобы и в следующем году им удалось снова сказать этим людям спасибо за победу.